Недетские разборки. В Петропавловске таксисты угрожают друг другу из-за места на парковке. Частные извозчики не хотят делить свой хлеб с водителями легального таксопарка. Вот уже несколько дней на привокзальной площади не утихают споры. Все это происходит прямо на глазах у пассажиров. Нургуль Ахметова выясняла причины конфликта. Нешуточные страсти разгораются на привокзальной площади. Таксисты не могут поделить парковку. Дело в том, что частные извозчики уже давно заняли эту точку и делить ее с кем-то еще не хотят. Они себе считают здесь хозяину. А что мне бояться один раз жить? Мне 50 лет уже, мне нечего терять уже. Потому что на работу не берут нигде. Скандал разразился после того, как один из предпринимателей решил открыть здесь диспетчерский пункт и организовать легальные междугородние перевозки на машинах с шашками, наклейками и пассажирской страховкой. Частные извозчики эту новость восприняли в штыки. Я не хочу свои 10% с каждого пассажира платить кому-то и кормить кого-то. Я лучше это 10% оставлю в своей семье. Это я, получается, в месяц 25% я теряю. Вы своих детей будете кормить, а я где буду кормить? Зачем? Тебе никто не запрещает заниматься? Теперь я буду вам платить уже. Предприниматель Амангильдис Аздыков уже получил все разрешения на открытие диспетчерского пункта. Осталось найти помещение и занять место на парковке. Но это оказалось довольно непросто. Частные извозчики не собираются просто так отдавать своих клиентов. Сергей! Сергей! Купсицев! Ну клиентов не дают им. Не дают, они препятствуют всяким путями. Говорят, что он не будет, он не довезет, ему не дадим, за город не выйдет. В таком плане с угрожением. Одному предпринимателю вчера угрожали самоду бить. Выясняют отношения таксисты уже несколько дней. Свидетелями одной из потасовок стали полицейские. Но и они стараются не вмешиваться в этот конфликт. Я здесь тоже был, здесь человек 30 с одной, человек 30 с другой, 50 здесь было, они вот ругаются. Они кричат, я нормальный легальный таксист, знак для такси. Вы выгоните и остальных таксистов. Им поясняем, что знак рекомендую, рекомендую просто. Он говорит, а я уже плачу, вы мне мои законы обеспечьте. Вы остальных выгоните. Некоторые таксисты даже остаются ночевать в своих машинах, чтобы их место под солнцем не заняли другие. Обстановка на золотом пятаке накаляется с каждым днем. Если спор не удастся решить мирным путем, то водители даже готовы устроить здесь массовые разборки. Нургуль Ахметова, Толиген Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура, Петропавловск.